Слава Богу, дорогая церковь, миссионерская церковь. Прекрасно мне быть с вами. Я не первый раз уже здесь. Прекрасно быть. И мне нравятся названия вашей церкви, ваша миссия. Это слова, которые были однажды сказаны мужем Божьим, мужем веры. Бог усмотрит. Такой критический момент, когда было слово от Господа, а трудно было это совершить. Это было невозможно для человеческого разума. Но этот муж Божий, когда был вопрос задан, а где Агнез, он сказал, Бог усмотрит. И Бог усмотрел. Слава Богу. И всякое служение, которое Бог совершает, всегда оно приходит от Бога. И всегда нам нужно доверять. Бог усмотрит. Потому что не всегда наши мысли, Божьи мысли, не всегда наши пути, пути Божьи, но пути Его и мысли, они превыше наших мыслей. И Бог нас ведет в жизни, не всегда сразу понятными и видными, но когда мы доверяем Богу. У Бога есть Агнец, Овин там. У Бога есть финансы, у Бога есть все для служения. И Бог хочет лишь только тех, которые доверенные. И мне это нравится. И пусть Бог благословит вас. Я приехал с Юга Молдовы, с Гагаузии. И Бог доверил нам служение детям, для сиротам, детям одиноким. Мы проповедуем это Слово Божье. Так тоже Бог усмотрел. Мы когда начинали, мы тоже не знали, как, что все будет. Но одно внутри вот это Слово, Бог усмотрит, Бог усмотрит, оно ввело нас. И мы 10 лет назад купили детский пионерский лагерь, который был коммунистический. В 2011 году открылись, первый год у нас было 148 детей, около 150. И так Бог усмотрел, расширял наше служение. И в прошлом году около 1000 детей прошло. Плюс то пастырская конференция, подростковый лагерь. Также и одна смена с вдовами, одинокими взрослыми, пенсионерами. Пусть Бог благословит вас. Вот так Бог расширял, расширял служение. Я не буду больше сидеть с братом Дима Мансевича. Он был дважды у нас. Может, Он засвидетельствует. Он больше был с нами, больше общался. Пусть Бог благословит у нас. Время ограничено. Я хочу проповедовать Слово Божье, которое родилось у меня. Недавно оно родилось, это Слово Божье. Оно вдохновило меня. Я прилетел сюда 1 декабря. И 11 декабря я заболел, слег, лежал 5 недель. У меня грижа, седалишние нервы, и бессонные ночи, боли. И это Слово, которое родилось у меня, когда Бог проводил через все эти испытания. Знаете, я приехал сюда, медикова нет, у меня ничего нет. А что будет со мною? Еще много-много-много вопросов. Но это Слово, оно укрепило меня. Это Слово, которое я знаю, что мы, христиане, знаем на память. Это Слово. Послание кремлянам апостола Павла, 8 глава, 28 стих. При том, знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аминь. Мы верим в это Слово. Мы знаем это Слово. Оно нас не раз вдохновляло. И вас не раз вдохновляло. Когда мы читаем в этой главе, апостол Павел говорит о живущих в духе, рожденных свыше, водимых Духом Божьим, усыновленных детях Божьих, о наследниках Божьих. Это категория та, которая познала Господа. Это дети Божьи. Это не люди мира сего. И это Слово написано не людям мира сего, но это написано детям Божьим, которые имеют усыновление, помазание. И все это имея, все это имея, апостол Павел говорит, думаю, в 18 стихе думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Апостол Павел говорит, я думаю, апостол Павел, думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славой. Знаете, есть временные страдания, которые приходят в жизни человека. И путь христианин наш, он наполнен страданиями, оно полно скорбями, оно будет. Эта жизнь наша не только в скорбях, она проходит и в радости, в переживаниях. Есть благословения, злачные пажди, тихие воды. Оно все есть, оно сопровождает жизнь христианина. Горы преображения, когда мы радуемся, ликуем, но бывает в жизни, и Христос сказал, многими скорбями апостолы проходили это. И в жизни нашей бывают нынешние временные страдания, но оно ничего не стоит по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Апостол Павел, который много страдал, в своей жизни много было в переживаниях разных. Я не буду задерживаться. Второй Калифианом, 11 глава, он перечисляет там, сколько раз били его палками, камнями, один раз был, три раза били палками, однажды камнями был побиваем, много раз в опасности, в труде, в жажде, в нужде, в голоде и так далее. Тот, который апостол Павел пережил все это, тот, который пережил все эти страдания, и он может говорить о страданиях, это не тот, который для него чуждо, но тот, который пережил, имеет опыт в этом. И он говорит, страдания нынешние, они ничего не стоят. Это временное. Оно приходящее и уходящее. Оно приходит на некоторое время, и оно уходит. Оно не остается постоянно в нашей жизни. Оно приходящее и уходящее. И апостол Павел говорит, ничего не стоит. Оно ничего не стоит. Неужели для апостола Павла это ничего не стоило? Эти страдания, эти все переживания, которые переживал апостол Павел, неужели это ничего не стоило? Неужели отцам веры, которые проходили тюрьмы, страдания, оно ничего не стоило? Оно стоило. Оно всегда стоит что-то. Это оно стоит, когда мы страдаем, оно стоит для нас что-то, но апостол Павел говорит, есть тут слово сравнение, когда есть у нас сравнение чего-то другого, лучшего, когда есть у нас сравнение, когда мы можем сравнить с чем-то, это сравниваем с той славой, которая откроется у нас. Слава Божия, которая открывается через страдания, открывается Божья слава в нас через страдания, мы приобретаем то, что Бог нам дает через все это. И поэтому, когда мы видим, когда мы смотрим, и апостол Павел в другой главе говорит, типа, кратковременные нынешние страдания наши производят в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Это Павел, который пережил все это, Павел, который знал все это, который смотрел, и есть в жизни видимое на тот момент, есть невидимое, которое Бог даст, и Бог дает. И вот апостол Павел дальше в этой главе говорит о Духе Святом, который подкрепляет, о Духе Святом, который ходатайствует, и после всего этого апостол Павел говорит об этом стихе, который был прочитан в начале моей проповеди, притом знаем. Апостол Павел говорит, мы знаем. Это не чуждо для нас. Это не что-то новое для нас. Это не что-то непонятное для нас. Но это то, что мы знаем. Мы в это верим. Мы это знаем. И какое же знание имеем мы? Какое же знание? Вот апостол Павел говорит, любящим Бога, призванным по Его изволению. Все содействует ко благу. Любящим Бога. Какая же категория людей? Это те, которые любят Бога. Но в этом мире не только любящие Бога. Есть те, которые не любят Бога. Те, которые не знают Бога. Которые знают Бога. Которые отвергают Бога. Которые оставили Бога. И много-много категорий людей есть в этом мире. Но это слово апостол Павел направляет к любящим Бога. Именно к любящим Бога. Призванным по Его изволению. Это люди, которые в особом уделе. Это люди, которые не случайные. Это люди, с которыми имеет дело Бог. Это Авраам, Авраам, Иосиф, Моисей, апостол Павел, апостол Петр. Можем много перечислить. В это число входим ты и я. В это число любящих и признанных входим ты и я. Я и ты. Мы избраны Богом. И поэтому это слово направляется нам. И дальнейшую истину, которую апостол Павел говорит, все содействует ко благу. Слово «все», оно не ограничено чем-то. Оно «все». «Все оно» и хорошее, и плохое, без выбора. Это те злачные паши стихии воды, которые приходят в жизни нашей. Это то прекрасное, на наш взгляд, и нетрудное, которое приходит для нас, когда солнце не видно, как будто Господа нет рядом, как будто Господь оставил нас. Это когда тучи надвигаются. Это те моменты, о которых Давид говорит, долина смертной тени. Там в начале, в этом псалме говорят о злачных пашнях, тихих водах. А последствия говорят, если пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла. Там зло будет, там тени смертные, но я не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. И эти дни приходят, и эти дни, как раз входят в нашу жизнь эти дни. И дальше говорит, все содействует ко благу. Ко благу содействует. Это на тот момент не благо. Не правда ли? Страдать, болеть, это не благо для души. Это не благо для тела нашего. Это не благо чем-то страдать. Но все это содействует ко благу. Оно ведет ко благу. Может быть, на тот момент нам кажется, оно не благо, но оно ведет ко благу. Иосиф, который в своей жизни пережил многое, и он говорит в конце своим братьям, говорит, это не вы, это не фараон, это никто, не кто-то и что-то, но это Бог все так усмотрел. Это Бог все так усмотрел ко благу, чтобы сохранить жизнь вашу. Тюрьмы прошел Иосиф, страдания, отречения братьев. И многое-многое прошел Иосиф для того, чтобы было благо. И все это было ко благу и для Иосифа, и для своей семьи. Это очень глубокая, важная истина, которая пропитана доверием Богу, верой в Него. Павел говорит об этом, что страдания, они ничего не стоят. Они ничего не стоят. Я так для себя взял. Когда вот эти моменты, пять недель я страдал, пять недель, ни сна, ни ночи, боли, безвыходные. Я ползал по квартире, невозможно было ходить. Но оно ничего не стоит. Когда я растягиваю его на мою жизнь, на всю жизнь, оно уходит. Оно теряется. Вот я уже здоровый, я хожу. Оно уже осталось, оно теряется. А если посмотреть на вечность, оно ничего. И апостол говорит, оно ничего не стоит, если мы переносим это с верою. И поэтому это глубокая истина. Оно ничего не стоит, если мы все это переносим с верою. И мы имеем знание, что все содействует ко благу у любящих Бога и призванных Его. Что сегодня знаем? Мы знаем ли мы эту истину глубоко в сердце? Церковь Иисуса Христа знает ли глубоко эту истину? Насколько я пропитан глубоко этой истиной? И насколько я имею сегодня это знание, чтобы принять с радостью все с благодарностью от Отца моего? Потому что в жизни все проходит. Это временно оно приходит и уходит. Но когда оно уйдет, что останется у меня? Ропот негодования, доверие Богу и вера в Бога. И говоря об этой теме, я хотел немножко заглянуть на жизнь Иова, который прошел и который оказался верным до конца. Это муж Божий непорочный. Библия говорит о немопорочный, справедливый, богобоязный, удаляющийся от зла. Он, который приносил все сожжения, жертвы за детей своих даже. Божий, богатый человек, имеющий влияние, мы читаем, но потом находим тот, который имел влияние, добрый, благословенный Богом, очень благословенный Богом. И он попадает во внимание Бога и сатаны. Если в кавычках сказать, начинается сделка между Богом и сатаной за Иова. Иова, разве даром богобоязнен Иов? Сатана задает Богу вопрос. Не ты ли кругом оградил его все, что у него? Делай рук его, ты благословил сада, его распространяются по земле. Но сатана говорит, но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Да вопрос. И вот приходят в жизни Иова другие дни от благоденствия, которое было у него, а приходят неожиданные дни, великое испытание. Все меняется. И быстрым темпом все меняется. Вот четыре вестника приходят один за другими. Севиане напали. Взяли воловья основ твоих. Их уже нет у тебя, Иов? Этот вестник только-только проговорит. Следующий вестник приходит и говорит, огонь Божий спал с неба и попалил овец твоих. Их у тебя тоже нету. Ты остался без них, Иов. Следующий вестник приходит. Халдеи собрались, бросились наверх блюдов твоих и взяли их. Их тоже уже у тебя нету, Иов. Следующий вестник приходит и говорит, большой ветер от пустыни пришел. И дом, где были собраны, твои дети упал, и все умерли. И детей тоже не стало Иов. Одна жена рядом осталась, и больше ничего и никого. Больше ничего и никого. Когда я читал это, я представил на сегодняшний день в нашей жизни, если одна часть твоего бизнеса, где-то банкротство, вторую часть твоего бизнеса пожар уничтожил, третий часть бизнеса твоего обокрали. И нечаянно ты получаешь весть, что все твои дети погибли в катастрофе, авиакатастрофе. А их детей-то много у нас в церквях христианских. И вот ты остался с женой. Вот эта ситуация постигла Иова. Когда мы не углубляемся, когда оно проходит все так бесследно. Такая жизнь была у Иова, такое испытание пришло Иову. И что он делает? Иова, мы видим, он падает на землю в разодранной одежде, и со стриженной головой, поклоняясь, говорит следующее слово. Нак я вышел, нак я возвращусь. Господь дал, Господь взял. Да будь имя Господне благословенно. И во всем Библии, говорит, во всем этом Иов не согрешил, и не произнес ничего неразумного о Боге. Иов, откуда, Иова, ты находишь эти слова? Откуда у тебя могут выходить эти слова из уст твоих? Но на этом не закончилось. Если бы на этом закончилось бы испытание Иова, но приходит другой уровень, другой уровень испытания. Сатана говорит, неужели? Неужели это мало было? И Сатана видит это. А Бог говорит Сатане, ты видишь? Он досилит твердство и непорочность. Добавилась еще одна характеристика. Он досилит твердство и непорочности. Даже через испытания он твердство и непорочности. И об этом, это Бог свидетельствует о нем. Ну, Сатана говорит, да, да, за это, за это, но ты коснись. Коснись кости его и плати его благословит. И он тебе опять вопрос задается. И вот мы уже видим Иова. Уже другая ситуация у Иова. Он весь в лютой показе, полностью весь в лютой показе, сидит в пепле, черепице в руке. И рядом с жена, его единственная, которая может поддержать и утешить. И вдруг она заговорила. Иова ожидает поддержки от нее. Иова, держись, я рядом. Мы будем, мы сможем пройти. Мы останемся Богу. Мы не сломим, ничего нас не сможет сломить. Мы будем уповать на Бога нашего. Он видит нас. Он знает все. Но, увы, этого не услышал Иов. А напротив, он слышит от своей любимой жены слова упрека. Ты доселе тверд, свои непорочности. Вы знаете, наши жены, они знают очень хорошо наши слабости. Но они знают и нашу твердость, веру. Они наблюдают, они видят, когда мы молимся, как мы переживаем. И жена Иова знала. И говорит, доселе, ты тверд, свои непорочности. И предлагает, похуй ли Бога, и умри ее. Ты видишь, у тебя ничего нету, у тебя никого нету, друзей не стало, ничего не стало, никого не стало. Что у тебя, какой выход у тебя? Выход, похуй ли Бога, и умри. Но из уст Иова, потерявшего все и не нашедшего поддержки жены, слышатся слова, неужели добрые мы будем принимать от Господа, а злое не будем принимать. И во всем Библии говорит, Иов не согрешил устами своими. Вот эта ситуация была, это испытание, на это испытание попал Иов. Но тот, который знал своего Господа, он не только питался его дарами, но он знал Господа. И из глубины его сердца выходят слова. А я знаю, Искупитель мой жив. О, там где-то глубоко у него было правильное отношение с Богом, он знал своего Господа. И говорит, я знаю, Искупитель мой жив. Обстоятельства говорят другое. Жизнь говорит другое, жена говорит другое. А я знаю, Искупитель мой жив. А я знаю, Он восстановит. я имею это знание, оно сопровождает меня, даже через трудности испытания это знание, оно сопровождает а я знаю Господа, я знаю Господа, что в другом месте он говорит, то что он делает на левой стороне я не вижу, что он делает направо не могу усматривать но это 23 книга, глава Иова из-за экономии времени я не буду читать его но он говорит, но он знает пусть испытает меня, выйду как золото очистил, пусть он испытает я перед ним трепешусь, я перед ним страшусь, он знает путь пусть испытает, выйду как золото и он вышел как золото из этого горнила, но при всем этом когда Иов проходил, Иов не знал что у него ждут и награда за верность, Бог вознаградил его дважды, об этом не знала жена Иова, об этом не знал Иов но он одно знал, а я знаю искупитель мой жив, а я знаю он знает мой путь пусть проведет меня по жизни нашей честно говоря, естественно Wah пошиви эту фразу «вера, которы могут уничтожить страдания и испытания — это невера», она может быть религией, чем угодно, но это невера вера, которую могут уничтожить страдание и испытания — это невера Поэтому, да благословит нас Господь в нашей жизни. В нашей жизни приходят радости, и Аима мы благословены, и наша жизнь полна благословений, злачных пажетей, тихих вод. Но запомним, что в нашей жизни придут злые дни, долины смертной тени, они придут. И пусть это знание, о чем Павел говорит, а я притом знаю, пусть это знание тебя и меня сопровождает во все дни жизни. Когда мне было очень тяжело, первые ночи я плакал, Господи, почему это я остановил, когда вот это слово, оно постепенно приходило, мои проповеди, оно приходило и меня укрепило. Я знаю, все содействует ко благу, и у меня все изменилось на третьи-четвертые сутки. Я так же ночью не спал, так же боли безвыходные, но я благодарил, я радовался, я славил Господа. Я знаю, Господь, Ты ведешь, я знаю, Ты повел меня на фавор, я знаю, Господь, мне с Тобою прекрасно, Ты повел меня, я имею общение с Тобою. Это лучшее, то, что Ты вел, и благодаря этому слову оно все меняет, оно будет менять, поэтому пусть Господь нас благословит в нашей жизни. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!